Ты мне предстали Израк сладостной мечты, Как образ дивный вдохновенья. Мой крик невольный восхищенья Вас разбудил и предо мной. ПЕСНЯ В семье Большаковых артистов не было, но искусство здесь почиталось. Вероятно, поэтому с детских лет будущий солист Большого театра СССР Григорий Филиппович Большаков легко представлял себя то отважным Тореадором и Скармен, то могущественным демоном. Правда, познакомился мальчик с этими образами не на спектаклях, которые шли на сцене Мариинского театра Петербурга, а по граммофонным записям. Его отцу удалось наскрести денег на дорогую игрушку. «Отец мой был рабочим», – вспоминал Григорий Филиппович. «Семья большая, шестеро детей и все с хорошими голосами. Был у нас граммофон, и я кое-что выучил на слух». Посещение оперы тогда оставалось только мечтой, поскольку семье нелегко было жить на заработок рабочего одного из петербургских заводов. Друзья все чаще говорили Грише, что ему нужно учиться петь. Поступив в электромеханический техникум, он с первых же дней занятий стал активным участником самодеятельности. Ни из Камильо, ни демона Большаков так никогда и не спел, потому что в юности у него обнаружился не баритон, а тенор. Выступая на всех рабочих вечерах, Григорий убедился в своем решении – посвятить свою жизнь пению. Но и самодеятельности на сцену не брали, надо было учиться. Григорий Большаков отправляется в музыкальную школу на Выборгской стороне. Его первыми педагогами становятся знаменитый баритон профессор Грохольский и Рикардо Федорович Нувельнорди – русский итальянец. В здании Санкт-Петербургской консерватории была итальянская опера. Это напротив Мариинского театра. Там пели итальянские певцы, при том очень хорошие и лучшие. Ну и, конечно, педагоги, почувствовав благодатную почву, условия для обучения, множество прекрасных голосов, с удовольствием работали в России. Но Вильнорди сам учился у итальянских певцов. Школа была отличная, рассказывал Григорий Большаков. Он очень полюбил меня. И так получилось, что он не только не брал с меня денег за уроки, а бывало и сам мне помогал. Я ведь еще не работал. Григорий Филиппович многое взял от своего учителя. Особенно в манере звуковедения, силы посылы звука и некоторой аффектации, что вообще свойственно итальянским тенорам. ПЕСНЯ 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 Овладев навыками итальянской школы, Большаков решил попробовать свои силы в оперном театре. Для показа в Михайловске и так называемый Малый оперный театр его рекомендовал знаменитый дирижер Арий Пазовский. Слушал молодого певца не менее известный дирижер Самуил Самосуд и вынес свой вердикт. Зелень еще для сольного пения. Года два еще нужно поработать над голосом. И посоветовал пойти в хор. Большаков был счастлив безмерно. Его зачислили в хор театра. Он получил трудовую книжку, почти уже артист. Одновременно с этим педагоги театра отправляют юношу в музыкальное училище, чтобы он овладел всеми нюансами пиано и форта. И этой школы ему вполне хватит. Большаков не будет учиться в консерватории. Вокальное образование он получит от своих первых учителей, от пения в хоре и от дирижера Пазовского. С этим человеком Григория Большакова сведет судьба на долгие творческие годы. Именно дирижер Пазовский подготовил с Большаковым первую сольную партию. Певец дебютировал в Вензорских кумушках Отто Николая и шедших в конце 20-х годов на сцене театра комической оперы в Петербурге. Григорий Филиппович рассказывал, какое необычайное волнение испытывал он перед первым выходом на сцену. Он стоял за кулисами, чувствуя, что ноги его прирастают к полу. Помощнику режиссера пришлось буквально вытолкнуть его из-за кулис. Певец ощущал страшную скованность движений, но достаточно было увидеть переполненный зрительный зал, и у него будто выросли крылья. Он пел для публики и был счастлив впервые. Первое выступление и первый успех молодого темы. Поработав на сцене Малого Ленинградского оперного театра, в 1930 году Григорий Большаков поступает по конкурсу в Мариинский театр. Здесь в его репертуаре появляются Ленский в Евгении Онегине и Андрей в Мазепе. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Сценическое обаяние, искренность и удивительная непосредственность исполнения разноплановых партий способствовали его успеху и популярности у публики. ПЕСНЯ Во-первых, он очень был красивый мужчина для театра. Внешность замечательная, улыбка, чудные зубы, чудные глаза, и фигура, всё. И потом, знаете, какое-то море обаяния, какая-то большая приятность от него. Хороший голос, очень хороший. Такой, знаете, яркий. Какой-то радостный. Он весь такой, солнечный. Я не представляю его как мрачный. Эти зубы 32. Очень красивый малый. Очень хороший. ПЕСНЯ Григорий Большаков исполняет партии лирического и даже драматического плана, но всё же ему не хватает главных ролей. Стремление расширить рамки своих персонажей и осуществить свою заветную мечту спеть Германа в пиковой даме приводит певца в Саратовский оперный театр. Идёт 1936 год. ПЕСНЯ 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 ВОНИ ПЕСНЯ 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 ПЕСехе Вот для него была единая жизнь на сцене в его образах и жизнь в жизни самой. Вот он был один. То есть для него это был огромный единый мир. Если когда-нибудь знали вы чувство любви, Если вы помните пыл и восторг июльной крови, Если хоть раз лыкнулись на маску ребенка, Если в вашей груди стилось когда-нибудь сердце, То я уводяю вас в чувство любви, в любви, в любви, в мотере, Тем, что надо вам жить, скажите, скажите. Откройте мне по тайну. На что вам она? На что вам она? Может быть, она напряжена грехом ужасным, Пагубой, блаженства, явольким условием. Догумайте, вы старый, Жить не долго вам, И я ваш грех готов Я на себя, на машину... Сразу вот принимаешь на веру, Что человек мог променять любовь на карты и выигрыш. Потому что такой он был мощный, это был такой разворот. Григорий Большаков проработал в Саратовском театре несколько лет. Пел, по его словам, все, о чем мечтал. Радамеса, Альмавива, Германа. Но какое-то чутье ему подсказывало, Что это не все, на что он способен. В 1938 году в Большом театре был объявлен конкурс. Опытный певец без особого труда выдержал испытания. И вот он уже в труппе Большого театра. Дебютом стала для Григория Большакова Партия Давыдова в поднятой целине Дзержинского. В Москве певец столкнулся с новым для себя Современным советским искусством. В Большой театр спешили отдать свои произведения Ведущие композиторы того времени Сергей Прокофьев, Дмитрий Коболевский, Юрий Шапорин и многие другие. Большаков не спешил пополнять свой репертуар Партиями в современных операх. Они казались ему не столь яркими И не соответствовали его музыкальному вкусу. Я должен признаться, вспоминал Григорий Филиппович, Что долгое время не мог примириться с тем, Что вместо захватывающей интересной работы С Арием Пазовским и Леонидом Баратовым Над партией самозванца в опере Борис Годунов Мне поручена новая роль Печорина в опере Белл. Партия самозванца мною была уже выучена, Наполовину срепетирована, И вот пришлось отказаться от роли, С которой сжился, И приниматься за совершенно новую, Незнакомую, сложную музыку Симфонического характера. Певец долго не мог найти в себе необходимого запала, Чтобы увлечься работой. Взял клавир, начал изучать музыку, В первое время трудность разучивания сложных интервалов Просто убивала его. Тогда решил подойти с другой стороны. Взял томик Лермонтова, Вчитался в его произведения, Посмотрел много литературы о его творчестве. «Наконец, образ Печорина заинтересовал и взволновал меня», Рассказывал Григорий Большаков. «Теперь сложная музыка композитора Сделалась мне понятной. Появилось большое желание работать». Певец стал первым исполнителем В Большом театре партии Печорина В опере Анатолия Александрова Берла. При огромной любви к классической опере Певцу все же приходилось петь В современных произведениях. Так появились в его исполнении Щепкин-Ростовский в Декабристах, Низеласов в Никите-Вершинине И некоторые другие герои. Позже в концертах и на радио Григорий Большаков будет исполнять Разные произведения. Кроме оперных арий Зазвучат и песни о советских буднях И праздниках. Наш добрестый сокол не знает преград, Когда выполняет задание. Награда страны, ордена говоря, Размерные наши терзания, Размерные наши терзания. Казалось, что он без видимого труда находил нужные интонации, Придавал героям современных произведений Черты неповторимой самобытной личности. Григорий Большаков был яркий во всем. В нем кипел темперамент. Я как-то с ним пела один из самых последних спектаклей. Ну, я, как Микаэла, попрощалась с ним. И так скромненько ему так. И так на него смотрю, И вдруг он начинает хохотать на сцене. А я смотрю. Я говорю, что ты смеешься. А он еще больше. Ну, я убежала. Потом, когда я пошла в гримурную, Смотрю, а я ему в губы ткнулась. И вот тут, как уклон. Понимаете? Красный нос. А он смеется. Мой восторг, мое мученье, Обрось хоть взгляд свой на меня, Я буду снова в упоенье. Моя кармель, Навек я твой, мое кармель. Кармен навек я твой. Большаков умел быть на сцене страстным, Порывистым, полным внутренней борьбы. И двигала его героями могучая сила любви. С 40-го по 58-й год Почти ни одна премьера в Большом театре Не проходила без участия Григория Большакова. Григорий Филиппович на сцене, находясь, Никогда не пел процентиками. Вот у него что было, Все он особенно в форме. Он все отдавал. Вот как будто раскрыл, Как Данка, вытащил сердце. Говорит, возьмите ее. Вот такой Порывистый был и интересный. Работа с крупнейшими дирижерами нашей страны, Самосудом, Пазовским, Головановым, Эмилик Пашаевым, Творческие контакты и общение С такими мастерами оперной сцены, Как Пирогов и Рейзен, Барсова, Держинская и Обухова, Способствовали развитию его певческого И актерского мастерства. Неповторимым явлением в оперном искусстве Называли современники его водимона Веоланти, Поставленные в Большом театре К столетию Чайковской. Я вспоминаю слушателей, Которые были на Иоланте очень часто. Но в данном случае я говорю о своем муже, Святославе Кнушевицком, Который мне говорил. Знаешь, Когда Вадимон в исполнении Большакова говорил, Она слепая, То без слез этого слушать нельзя было. Каждый раз. Тогда, когда он мог и, Ну что ли, Превысить возможности своего голоса, Потому что его захлестывал темперамент. Но это настолько было внутренне оправдано, Настолько это было горячо и убедительно, Что вот это яркое исполнение Пронесено у меня вот, Его уже с нами нету, Но забыть его нельзя. Судный дар природы вечной, Дар бесценный и святой, В нем источник бесконечный, Наслаждение красотой. Солнце, небо, звезд сияние, Море в блеске голубом, Всю природу и состанья, Мы лишь в свете познаем, Кто не знает благоцвета, Тот не может жить в любви, Мир земной во мрак одетый, В Иоланте я впервые встретился на сцене С Григорием Большаковым, Вспоминал другой певец, Знаменитый бас Иван Петров. В исполнении роли Вадемона Артист вкладывал столько искренности, Юношеского пыла, Темперамента и вокального блеска, Что трудно себе представить лучшего Вадемона. Позже я много лет имел удовольствие петь Вместе с Григорием Филипповичем Большаковым На сцене Большого театра. Обладая красивым, сильным и очень ярким голосом Лирико-драматическим тенором, Он с успехом исполнял почти все лирические И драматические партии В операх русской и западной классики. От старых мастеров какое-то излучение было. Это были носители театра в себе И люди, которые своим искусством украшали Большой театр. А Григорий Большаков относился к тенорам Такого размаха. У него был очень сильный голос. Такой, что называется, крепкий тенор. И он был очень хорош в русских партиях. Очень выразительным был. Играл здорово. Палитра Большакова была разнообразна. В его репертуаре было свыше 50 партий. Бывали сезоны, когда певцу приходилось участвовать В 16 различных постановках. Григорий Большаков никогда не повторялся. Ему были чужды театральные трафареты и оперные штампы. Пел ли он Германа или Хозе, Пинкертона, Ромео или Андрея Хованского, Каждый последующий спектакль отличался от предыдущего. Певец все время искал новые пути к образу, Новые вокальные оттенки или сценические средства Для своего персонажа. Каждый раз после спектакля с участием Большакова Слушатели были взволнованы И долго еще находились под эмоциональным воздействием От искусства этого артиста. ПЕСНЯ Был ли он вокалист в самом высоком смысле этого слова? Безупречное звуковедение, умение владеть динамическими красками, пиано, тонкостями. Я бы так сказала, что вокальная сторона его была окрашена содержанием роли И того образа, который он чувствовал. А чувствовал он много. Григорий Большаков не боялся учиться всю жизнь. Он, будучи сам мастером, брал от товарищей по сцене и дирижеров Все, что ему казалось важным. Умел слушать партнера. А к себе, по воспоминаниям коллег, относился очень критично. Никогда не был пустым на сцене или не в форме. Дружеским советом и замечаниями часто помогал молодым солистам. Все, что бы он ни пел. Он всегда это делал очень хорошо. Вот никаких может, получится, а может, не будет. Такого не было. Это артисты, которые, как мы говорим, брали на себя. Когда он выходил на сцену, это был герой настоящий. 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 Замечательный. Прекрасный был. Очень хороший. Один раз Григорий Большаков не просто выручил, а буквально спас спектакль. А вернее, Ивана Семеновича Козловского. После большого перерыва Козловский пел регалетто. Разумеется, очень многие поклонники стремились услышать своего любимца, вспоминал Григорий Филиппович. А Иван Семенович в первом акте плохо почувствовал себя. Поехали за мной, привезли меня в театр, но нужно ведь одеться, загримироваться. Антракт страшно затянулся. Публика в волнении. Наконец, выхожу. Вы представьте, учитель, входя не в свой класс, волнуется, как примут. А тут, после Козловского, вместо Козловского. Во мне и страх, и задор. Смотрю, понемногу оттаивает публика. А песенку герцога приняли аплодисменты. Хорошие были аплодисменты от сердца. Вот это был, наверное, интереснейший спектакль, потому что манеры совершенно разные и, ну, общего ничего. Вот. И для роли герцога, собственно, ни тот, ни другой не подходили. Вот. Но спеть, конечно, ну, Козловский пел, это все блестяще на русский манер. Вот. А Большаков, я представляю, как он там, как раз эмоционально в третьем акте, как там разносил кулису рвало. Не всякий артист вот так с лету войдет в середину спектакля, и не всякий убедит зрителей своей трактовкой роли. Большакову это удалось. Для певца, казалось, не существовало преград в отношении работы. Он был готов трудиться по любому зову коллег, партнеров и дирижеров. В пробных передачах телевидения Григорий Филиппович тоже участвовал. Студия была на Шаболовке, делился со слушателями в одном из интервью Большаков. А телевизор, чуть ли не единственный в Москве, находился в Политехническом музее. Там собирались люди посмотреть на это новое чудо двадцатого века. Мы показывали отрывки из Пиковой дамы, Фауста, Майской ночи и других опер. В студии, помню, прожектора страшно слепили, было жарко. Сцену для нас отгородили у одной стены, а оркестр на той же высоте, что и мы, располагался у другой. Поначалу странно было, а потом привык. Актер должен применяться к любой ситуации. Радиопередачи шли тогда из здания Центрального телеграфа. Григорий Большаков с удовольствием участвовал в концертах и оперных спектаклях вместе с Николаем Головановым и Антониной Неждановой. Артисту стали приходить письма от благодарных слушателей. Теперь Большакова знала не только столичная элита, но и публика далеких городов и поселков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во время Великой Отечественной войны основная сцена Большого театра поначалу была закрыта, и спектакли шли в филиале. Часть трупа была эвакуирована в Пермь. Григорий Большаков не уехал, чтобы петь для тех, кто остался в Москве. Многие артисты, включая и балетную труппу, помогали сбрасывать снаряды, зажигалки с крыши основного здания. В перерывах между дежурствами репетировали, а потом играли спектакли. Удивительно, что именно в годы войны рождались жизнеутверждающие постановки, полные юмора и тепла. Так в 1942 году появилась на сцене Большого малоизвестная для советского зрителя опера Чайковского «Черевички». В партии кузнеца Ваколы блистал Григорий Большаков. «Слышит ли, девица, сердце твое, Лютая горюшка, горе мое, Снится ли, голубка, тебе хоть во сне, Как я томлюсь, как я томлюсь, Горю, как в огне. Моци нет воли, душа пропадай, Сердце дилдина Оксана прощай, прощай. Одной из лучших ролей в репертуаре певца была роль Вакулы. С одной стороны, это был эдакий и простодушный уволень-кузнец, а с другой – нежно любящий юноша с большим обаянием. Старый гусляр песню думку споет, По Украине родной понесет. Скажет, как жарко тебя я любил, Как за любовь свою, как за любовь свою Я душу сгубил. Мочи нет воли, душа пропадай, Сердце дилдина Оксана прощай, прощай. Критика тех лет очень хвалила его кузнеца Вакулу в «Черевичках» Чайковского. Мнение слушателей, критики и официальных лиц страны совпали, и за эту работу певец был удостоен государственной премии СССР. Я знал только его именно по фильму «Черевички». У меня запомнился вот он летящий. Не какие-то другие сцены, а вот летящий на небе во всем. Это во все улыбающееся, доброе лицо, искрящиеся глаза. Вот это мне запомнилось. В 1944 году «Черевички» были сняты на кинопленку режиссерами Михаилом Шапира и Надеждой Кашеверовой. И многие зрители в разных уголках нашей страны познакомились с проникновенным образом Вакулы, созданным Григорием Большаковым. Успех у кинооперы был грандиозный. Ну, он, конечно, был вообще прелестный. Но в украинских вещах он был неподражаемый. Своя такая, эта серая такая попара, знаете, ну, украинский костюм, все такое, он чудный. Он чудный. Поэтому, когда мы, молодые, приходили, на них как на иконы смотрели. Наси. Это не... Теперь этого же нет. Нет. Теперь икон нет. Рыбка, сердечко, ожирение, выгляни, выгляни, галя на миг, выгляни, выгляни, галя на миг, белую ручку, бакашка, пройдет. Григорий Большаков не часто выезжал на гастроли. За рубежом не был, радовал публику в послевоенных поездках по стране. Он с удовольствием пел партию Альфреда в травиате. И даже если не все остальные артисты устраивали зрителей своим исполнением, то к Григорию Филипповичу претензий никогда не было. Он в любых условиях был на высоте. Григорий Большаков часто приходил в театр, чтобы послужить молодых. Он давал советы, шутил, но к педагогической деятельности не проявлял никакого интереса. Я говорю, Гриша, почему ты не преподавал? У тебя такой опыт. Ты такое лепишь. На экране вот я... Эх, ты меня не слышал, не видел на сцене. Ты понимаешь, я же по себе знаю, я же все прошел, и ты когда-нибудь это скажешь, что ты это прошел. Мы же вокалисты тупые все. Пока его раскочегаришь, надо столько энергии затратить, чтобы они все попередохли. Это Гриша. Он говорит, да нет у меня терпения. Я его сразу убью на первом уроке. Я говорю, почему, Гриша, ты же знаешь, что это по этапу. Ты знаешь, что нет у меня вот этой закваски, чтобы методично, терпеливо, зная, что это нужно по этапам сделать, как со мной педагоги делали, как с тобой, видимо, делали. Нет у меня этого. Мне сразу нужен результат. А результат ты же знаешь, что не может никто сделать сразу. Вот поэтому я и не преподаю. С мучительной тоской На болисти твои взираю Давно я вижу, понял, знаю Какою страстью роковой Так лишь, что ты И сожаленье За исполнение партии Андрея в опере Чайковского «Мазепа» Григорий Большаков в 1950 году получает еще одну государственную премию СССР. Но не за награды и звания работает солист Большого театра. Вся его жизнь – это действительно служение искусству. Чем больше успех у тебя, тем больше ответственность. С каждым полученным званием ответственность увеличивается. Его любовь и отношение к делу, как говорили друзья, достойный пример для подражания, особенно для молодежи. Такие теплые слова услышал Григорий Большаков в день своего 30-летнего юбилея творческой деятельности. Юбиляры чествовали, как и положено, артисту в антракте спектакля. Канио в паяцах Леон Кавалла – еще одна роль певца, которую он исполнял всю свою долгую творческую жизнь. Он не просто пел под оркестром. Музыка была его стихией. В ней был импульс всех его переживаний. Даже самые волнующие сцены были заполнены у Григория Большакова не мелодраматизмом, столь свойственным тенором, а жизненной правдой чувств. Это стихийный, хороший певец, у которого была хорошая основа образовательная, музыкальная. Хорошо поставили голос. А дальше он творил уже, как ему подсказывал, талант. Все звезды Большого собрались поприветствовать Григория Филипповича в день его юбилея. Солисты, среди которых был Сергей Лемешев, дирижеры и режиссеры, артисты хора и, конечно, публика. Это было весной 1958 года, а летом артист отправился на последние гастроли. Так и значилось в афишах и программках. Это были триумфальные гастроли по стране солиста Большого театра СССР, народного артиста Республики Григория Большакова. Во всех городах публика встречала его очень тепло и восхищалась его неповторимым и темпераментным голосом. ПЕСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ